На календаре 12 февраля. В канун Дня всех влюбленных отмечаем Международный день брачных агентств. Сам праздник появился в 2010 году на Украине, где представители брачных агентств выступили с подобной инициативой. Вскоре их поддержали коллеги из других стран для того, чтобы обратить внимание общественности на такие организации и популяризацию их услуг. Вам какие женщины больше по сердцу? Блондинки, брюнетки, рост, характер, образование. Так что же такое брачное агентство и с чем его едят? Это организация СВАХ и, как правило, сопутствующих специалистов, предоставляющих личные услуги по поиску партнера для создания семьи. У нас немножко подход другой. У нас существует своя единая база данная по России. Мы уже около года в Ульяновске, сейчас открылись в Самаре, в Уфе. То есть, также у нас договора с крупными агентствами в Италии, Испании, Франции, Германии. То есть, у нас также представлена заграница. То есть, мы также специализируемся на знакомствах с иностранцами. На Западе уже многие десятилетия люди знакомятся через брачные агентства и создают крепкие союзы. В России эта тенденция только набирает обороты. Кто вы такая, Вера Николаевна? Да вроде, вроде СВАХа я. Кто? Да, СВАХа. А вы кто такой? В Ульяновске сегодня работает несколько частных компаний, но результаты, как показывает практика, уже есть. Могу сказать, что у нас, так как уже год, люди у нас и в процессе только знакомства, также у нас некоторые встречаются, но некоторые уже сказали спасибо, мы воспользуемся вашими услугами, дальше мы сами. То есть, вот этих людей мы не сможем никак отследить, мы только можем, только те, которые выходят с нами в дальнейшем на связь. К подобным организациям люди относятся по-разному. Одни с весомой долей скепсиса, другие имея определенные сомнения в душе, третьи с надеждой в сердце. Вы знаете, что такое брачное агентство? Конечно. Что это вот для вас? Ну, это агентство, где пытаются люди создать свою судьбу. Оно нужно нам, вот именно в нашем городе, как считаете? Да трудно сказать, ну, наверное, нужно, особенно для молодежи. А как они бы воспользовались услугами, если бы нужно было? Не знаю, на эту тему нужно размышлять. Вы знаете, что это за организация, брачное агентство и чем они занимаются? Ну, представляю, примерно, да. Что это? Такое агентство, которое помогает найти пару. Как вы считаете, они нужны у нас в обществе? Мне нет. Ну, брачное агентство, это как бы клуб знакомств. Да, они нужны, вот у нас в Ульяновске. Нужны. А вот для кого больше, для молодежи, для... Для разных возрастов, и для молодежи, и для... Ну, для молодежи даже меньше, они знакомятся в ночных клубах, ну, и в других местах. А более, лучше для более старшего возраста. Ну, представляю, примерно. А примерно, что вот, как вы думаете? Ну, каким-то образом они обеспечивают поиск, там, будущих супругов, наверное, так. Ну, я этой темой не интересуюсь. Ну, а как вы считаете, вот эти агентства, они нужны у нас сейчас в обществе? Не думаю. А сами бы не прочь воспользоваться услугами, если бы была необходима? Нет, категорически. Итак, если вы все же за поиском своей второй половинки решили обратиться в агентство, то следует воспользоваться полезными советами. Во-первых, следует избегать бесплатных агентств. Как правило, они тратят время зря. Во-вторых, хорошее агентство заключает договор на длительный период. Поэтому, если вам предлагают найти жениха или невесту за неделю, вряд ли такой конторе можно доверять. И в-третьих, любое уважающее себя брачное агентство обязательно имеет офис, а не существует лишь на виртуальных просторах. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульянской правды.